Поселок Зайцево и окраины Петровского района ежедневно фигурируют в сводках. Местные жители уже привыкли к постоянным обстрелам. Они находятся под прицелом украинских силовиков круглосуточно. Здесь тихо не бывает никогда. Как живут мирные жители в таких условиях, смотрите далее в сюжете. Жизнь на линии фронта продолжается, несмотря на обстрелы, несмотря на многочисленные утверждения украинской стороны, что здесь никто не живет. Здесь живут. Здесь живут люди, как и в любом другом населенном пункте. Женщины, дети, старики. Отличие лишь в том, что риск погибнуть от снаряда, прилетевшего с позиции ВСУ, очень высокий. Зайцево. Обстрелы не прекращаются и интенсивность их только набирает обороты. Здесь живут те, кому больше некуда идти. Многие вернулись домой, поскольку здесь их жизнь и уходить отсюда они не хотят. Рита и ее родители вот так и живут. Днем выходят из убежища, занимаются хозяйством, а ночью прячутся в подвале. Весь их двор усыпан снарядами. Маленькая Рита, несмотря на свой юный возраст, понимает, что происходит. Петровка, особенно ее окраины, подвергаются ежедневным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Более двух лет об этом районе ежедневно сообщают военных сводках. Сгоревшие дома, не счесть, сколько их здесь. Оставшиеся без крыши над головой, погибшие, раненые. Здесь по-прежнему есть места, где опасно находиться в любое время суток. Работают украинские снайперы. Жители здесь передвигаются перебежками. Прилетают сюда и пули снайперы, и снаряды из тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Ночь с 11 на 12 августа была самой страшной за последние месяцы. Ну, наше счастье, что она взорвалась. Кран стоял у соседа, и она туда подлетела, но лишь так перелетел к нам, крышу в шифер побила. Ну, как, вроде как, так должно быть. Но мы, вроде как, остались живые. Ну, а с четвера на пятницу это было светопредставление. Мы, как тараканы, ползали по полу. Мы не знали, что нам делать. Во-первых, бежать же, ну, за погребом уже не добежим. Ну, а потом, когда прекратилось, уже в полпятого мы вылезли из погреба, и нам тогда побежали же узнавать, как соседи. Вот эти вот три дома все пострадали, и огород дедушка ему сколько, 70 с чем-то лет. Ну, чтобы жить-дожить. Он такой живчик. Бабушку разбудил, вставай, обстрел. И пока бабушка встала, он пошел к дверям, уже был труп. Бабушка подошла, он уже мертвый лежал, видать. А что с ним произошло? Осколки. Пробили же двери. Ну, что там-то этой двери. Ну, все. Так мы тут и живем. Детей много на поселке живет? Да, детки утром с мамочками в садик же везут все. Много деток. Соседка Ларисы сейчас живет в полуразрушенном доме. Сюда в последнее время прилетают снаряды разного калибра с оккупированной украинскими силовиками территории. Ночью, без 22, 12-го числа. Нам это самое... Разбило там кухню. Ну, кухня, ладно, бог с ней. И тут все окна повылетали. Это уже сын вот там с кусочков вдруг помогал ему немножко закрыть, потому что в квартире, ну, не все мы еще окна, конечно, поставили. Потом на следующий день вот сюда вот попадает. Видите, еще три окна были целые, а потом и эти три окна залетели. Вот такое случилось. И в крышу, да, попало? И в крышу попало, и вот это все послетало. А там вообще... Часто здесь. Часто здесь. Каждый день. Мы старались, да, делали это все. Дом это родительский. И поддерживали, отремонтировали тут. В прошлом году, позапрошлом году тут крыша сгорела. С той стороны сарай. Подремонтировали, опять все улетело туда, в огород. Слов просто нет, понимаете? Разбираем потихоньку. Сосед помогает. Я живу одна. Сын служит в Новоазовске. Сколько ж можно над нами издеваться, что мы не можем ночью лечь спать. Ложишься так. Одно ухо закрытое, второе открытое. Вот попало, к соседям тоже попало. Это же просто невыносимо. Если бы оно загорелось бы, все, у нас бы здесь все загорело. А где вы прячетесь? Нигде мы не прячемся. Раньше в погребе. Сейчас видите, что с погребом. И он просил тоже. По погребу попадало? Да. Но несмотря ни на что жители прифронтовых районов научились ценить то, на что другие не обращают внимания. Солнечный день, ветер и свежий воздух, который они ощущают, когда выходят из своих убежищ. И самое главное, что они живы вопреки всему. Куда ты опять? Это путь. А до кем подолбить? Нет! А, это за пара? Да. Так. Типа, ты живу театр. Продолжение следует...